Глубоководным существам свойственно чувствительное зрение. Ведь на глубине свет – редкий ценный ресурс. У шестижаверных акул зрачки всё время расширены, а в глазах нет защитных пигментов. Вот почему их глаза так жутко светятся зелёным светом. Чувствительное зрение помогает объяснить миграционный маршрут этих акул. Его наблюдал Джефф Кристиансен в Сиэтлском аквариуме. Технология акустического слежения помогла отыскать этих рыб вдали от аквариума и узнать, чем они занимаются в трёхмерном пространстве. Оказывается, днём эти акулы держатся на глубине, где темно, а прямо на закате выплывают на мелководье. Почему они туда уплывают, ещё до конца не ясно, но у Джеффа есть простая теория. Выплывая ночью на мелководье к берегу, они ищут места, где больше пищи, возможно, где выше концентрация добычи или больше возможностей собрать пищу со дна. Это лучшее из имеющихся у нас объяснений тому, почему они приплывают на мелководье. Других догадок у нас нет. Но, похоже, с восходом чувствительность шестижаверных акул к свету делает их пребывание на мелководье невыносимым. Люди спрашивают, почему они не приплывают на мелководье, почему не преследуют людей? Дело в том, что эти рыбы очень чувствительны к свету. Они предпочитают жить в полной темноте. Похоже, что когда становятся светлее, когда они оказываются не в полной темноте, их способность ориентироваться в воде ухудшается, и когда света становится слишком много, акулы инстинктивно возвращаются на глубину. Это открытие – настоящий прорыв в изучении шестижаверных акул, хотя еще неизвестно, сохраняется ли у акул эта привычка навсегда. Теория о том, что днем эти существа опускаются на глубину, а ночью выплывают на мелководье, была проверена только на юных шестижаверных акулах. Мы еще не ставили акустические радиопередатчики на взрослых акул этого вида и не знаем, зависит ли их передвижение от восхода и заката, как у юных особей.